Сегодня отправляемся в путешествие по нашему прекрасному штату Вашингтон, вечно зеленому штату. Это сентябрь. Солнце не такое яркое, но температура все еще продолжает оставаться довольно-таки теплой. И поэтому воспользуемся прекрасным выходным солнечным днем, отправляемся вдоль Пьюджет Саунд, Тихоокеанский залив Пьюджет Саунд. И отличное время, когда можно полюбоваться и паромом, который ходит между островами. Сейчас мы видим остров Бейнбридж, а мы находимся на полуострове Олимпик. После долгого перерыва паромы стали ходить уже более регулярно, потому что было время, когда был карантин, пандемия, паромы не ходили, а сейчас все уже потихоньку восстанавливается, и паром ходит между Сиэтлом, остров Бейнбридж, и другой паром ходит между островом Бейнбридж и нашим полуостровом Олимпик. Все отлично, можно добраться на этом прекрасном транспорте и совместить прогулку и удовольствие. Мы находимся в природном парке штата Вашингтон, называется Манчестер парк. Здесь сегодня много приехало семей с детьми, есть специальные павильоны, где будут проводиться праздники. Наверное, у кого-то день рождения сегодня. Всех поздравляем с днем рождения, у кого день рождения. А мы нашли местечко в тени, потому что мы прячемся от солнца, несмотря на то, что это сентябрь, но солнце все-таки довольно опасное для нас. И мы сидим в теньке, наслаждаемся этим прекрасным видом, звуком волн, бьющихся о берег. И здесь очень много цветущих, до сих пор цветущих растений. Уже появились ягоды. Это осень, время собирать ягоды. Такая приятная, расслабляющая температура воздуха, эти красивые виды Тихоокеанского залива. Ничего не хочется делать, просто сидим и наслаждаемся. Насладитесь вместе с нами, полюбуйтесь на эту красоту, послушайте эти замечательные звуки природы. И здесь было много павильонов, таких вот домиков, которые украсили и там ждут гостей. Там будут отмечать дни рождения или еще какие-нибудь события. Хорошее место, чтобы провести время. Не надо сидеть дома, а все привезти сюда. И здесь на свежем воздухе отметить какое-нибудь событие, типа дня рождения. Вот детишки в воду заходят. Хотя, мне кажется, вода холодновато. Ну, для меня холодновато. А детишкам, наверное, здорово. Они не чувствуют холод так, как мы чувствуем. Вот какая замечательная вода. Это залив, поэтому здесь нет волн. И сегодня вообще такой прекрасный, безветренный, тихий день. Парк на самом деле небольшой. Ну, здесь есть прогулочная дорожка, по которой можно погулять. Есть много таких павильончиков, которые можно, наверное, заказать и потом оформить на свой вкус. А вдоль побережья растут такие кусты. Сейчас вот они уже с этими красными. Наверное, это шиповник. А раньше эти были розы. Я могу себе представить, как это было красиво, когда все эти кусты были покрыты розами. Красивое место. И парк вот туда идет, вот где виден выступ. Это все еще парк. И там прогулочная дорожка для хайкинга, для того, чтобы люди могли прогуляться. А мы остановились в этой части. Нашли место в тени. Здесь есть много таких лавочек со столиками. Некоторые стоят на солнце, некоторые под деревьями. Мы, конечно, нашли место, чтобы посидеть под деревом. Не хотим мы сидеть на солнце. И нам врачи уже не рекомендуют. И вот такая дорожка. Вот там видно много всяких лавочек. Они тоже пустуют. Все-таки не пользуются они популярностью. Сегодня довольно жарко, чтобы сидеть на солнце. И вот, пожалуйста, еще одно фейри. Или паром. Это фейри. Это называется fast ferry. Быстрая фейри. То есть там только пешеходы могут пользоваться. А если ты хочешь переправиться через залив на машине, на своей машине, то пользуешься большим паромом, который прошел недавно перед этим. Мы уже несколько раз пользовались, когда мы хотели поехать в театр, в центр Сиэтла. Или по каким-то другим делам. А быстрый паром или fast ferry это, конечно, средство передвижения для тех, кто работает в центре Сиэтла. Очень удобно. Никакие пробки тебе не помешают добраться в течение полчаса от нашего полуострова Олимпик в центр Сиэтла. Мы уже провели некоторое время здесь. Время собираться и уезжать. И это как раз мы дошли до этого мыса, который мы видели с места, где мы сидели и отдыхали. Это прогулочная дорожка вдоль мыса. Можно выйти на другую сторону, там увидеть военно-морскую базу. Ну, оттуда открывается и очень красивый вид на Сиэтл. А мы сейчас отправляемся домой. И поэтому едем вдоль залива Пюджет Саунд. Этот же самый залив. Видим горы Олимпийского полуострова, город Брементон. Это город военных. Здесь и находится и сама военная база, и живут семьи военных. Очень многие семьи, кстати, живут и в нашем городке. Это не так далеко. И сюда же приходят паромы. А мы уже прибыли в наш городок. Остановились тоже в красивом месте, откуда открывается прекрасный вид на гору Реньер. Сегодня мы видим гору Реньер. Как у нас говорят, если ты видишь гору Реньер, значит хорошая погода. И погода действительно прекрасная. А так как это последние такие теплые деньки, наверное, скоро задуют ветра и будет дожди. Мы все-таки живем в дождливом штате. То все стараются провести выходной на воде. У очень многих есть такие катера, лодочки, яхты. И мы видим, сколько много людей получают удовольствия. Мы бы с удовольствием тоже прокатились. У нас нет лодки. Но зато мы можем остановиться и полюбоваться на них. И здесь очень популярное развлечение. Это каяки. Вот видите, сколько много каякеров. И они добираются до этого маленького острова, на который можно добраться только на водном транспорте. И там проводят время на пляже. На таком красивом песчаном пляже. А отсюда открывается вид на материк. Там, где находятся и Федерал Вэй, и Сиэтл. И мы видим гору Реньер. Привет, гора Реньер! Очень здорово постоять на этом мысе. Это уже в нашем городке. Здесь такой прекрасный воздух. Открывается прекрасный вид. Это наши последние минуты, которые мы отвели для того, чтобы прогуляться в этот выходной. И, конечно, очень трудно заставить себя уехать домой. Хочется здесь оставаться подольше, полюбоваться на прекрасные виды Тихого океана, Тихоокеанского залива. А вот этот залив – это Гек-Харбор. Это наш городок. Это дома нашего городка. Мы живем в двух с половиной миле от этого места. И мы стоим со стороны даунтауна, то есть исторического города. У нас очень красивый туристический, исторический городок. Вот какая прекрасная чистая вода. И, кажется, прямо хочется туда зайти и поплавать. Но на самом деле вода довольно холодная, потому что это Тихоокеанская вода. Она очень холодная и никогда не прогревается до комфортной температуры. Хотя смельчаки купаются. Я видела. И сегодня довольно-таки активное движение. Тут такой трафик. Уж, наверное, как-то у них есть правило как бы разойтись, потому что довольно узкое горло для того, чтобы зайти в наш залив Гек-Харбор. И к тому же там фарватер, наверное, тоже не очень глубокий. Потому что когда отлив, там прямо видно, что появляются отмели. Но все нормально. Они расходятся, наслаждаются выходным днем. А мы любуемся, снимаем видео и думаем, что вам тоже понравится побывать с нами в этом месте. Полюбоваться красотой и провести час выходного, часть выходного в этом прекрасном месте. Мы видим эти красивые дома, которые расположены вдоль залива Гек-Харбор. И, конечно, можете себе представить стоимость этих домов. Она превышает несколько миллионов. Тем более сейчас недвижимость подорожала. Но мы живем довольно близко и мы всегда можем сюда приехать или полюбоваться. Раз в году у нас бывает парад яхт, когда все вот эти яхты, моторные лодочки украшают себя красивыми огоньками. И обычно это бывает зимой, когда день короткий и уже темно. И все это очень красиво, такое красочное зрелище. И сегодня это мне напомнило аппарат яхт, потому что так много вышло на воду этих средств, плавательных средств. И яхты, и моторные лодки, и байдарки, и каяки. Прям аппарат. Ну, хорошо, сегодня прекрасный день. Как раз время вывести, прогулять все эти водные средства и отдохнуть самим на воде. Это очень популярный вид отдыха здесь. И он, к сожалению, не так долго бывает возможен. Из погоды, конечно. Это место еще называется Старая пристань. Когда-то здесь была пристань, откуда отходили паромы на Сиэтл. Но в этом году и вообще в это время уже они прекратили движение от нас. Нам приходится добираться и искать другие возможности, чтобы воспользоваться паромом. Ну, здесь все очень близко, все в пределах 20 миль. И, конечно, последний взгляд на гору Реньер. До свидания, гора Реньер. Мы тебя надеемся еще увидеть. Мы надеемся, что эта осень будет сухая и красивая. И вам спасибо, что приходили в гости.